Вы смотрите информационную программу Deutsche Welle ДВ Новости. Здравствуйте! Наши главные темы сегодня. Отставка советника Трампа. Может ли она привести к отказу США от сближения с Москвой? Немцовы интервью, что рассказал президент Молдавии об отношениях с Евросоюзом и Россией? И выборы в Нидерландах. Почему в либеральной стране лидерами могут стать правые популисты? Первая громкая отставка в администрации Трампа. Свой пост покинул советник президента по нацбезопасности Майкл Флинн. Погорел теперь уже бывший советник Трампа из-за контактов с российским послом. Флинн предположительно обсуждал с дипломатом санкции против Москвы, а потом пытался это отрицать. Таким образом он нарушил закон. Для Трампа это удар, но еще более ощутимый удар это для Москвы. Ведь Флинн считался сторонником разрядки в отношениях с Россией. На этом фото экс-генерал за одним столом с Владимиром Путиным. Удар это как минимум, может быть это сигнал новой администрации, что она не заинтересована в сближении с Кремлем. Майкл Флинн фактически дезинформировал вице-президента США Майка Пинса, когда уверял его, что не обсуждал отмену санкций с послом России в США Сергеем Кисляком. Когда выяснилось, что все это было совсем иначе, он поставил в неловкое положение и Пинса, и самого Трампа, считают эксперты. Совершенно ясно, что это тяжелый удар по Дональду Трампу, который назначил Флинна. Он изначально был крайне спорной фигурой не только среди демократов, но и республиканцев. Так что пока трудно сказать, будет ли дальше продолжен так называемый пророссийский курс Трампа. Майкл Флинн считался одним из самых активных сторонников сближения с Россией в команде Дональда Трампа. Так, например, он неоднократно выступал на официальных мероприятиях в России в качестве эксперта, а на одном из них даже сидел рядом с Владимиром Путиным. Можно ли говорить, что с отставкой Флинна отношение к России новой администрации начало кардинально меняться? Утверждать это на 100% нельзя, считают эксперты. Однако очевидно, что это активизирует противников сближения с Россией и усилит давление на Трампа. Для людей, выступающих против позиции Трампа по России, это большой подарок, ведь ситуация с Флинном — это как красная тряпка для тех демократов и республиканцев в Конгрессе, которые хотят видеть более жесткую линию в отношении России. В свою очередь, сопредседатель немецкой партии «зеленых» Джем Оздемир считает, что в команде Трампа еще остались сторонники России. Я не уверен, что Флинн — единственный человек в администрации Трампа, который более лоялен по отношению к Путину, чем к Конституции США. Мы намерены задавать этот вопрос и здесь, в Германии. Кто лоялен в отношении нашей Конституции, а кто хочет видеть ее такой, какой ее хотели бы видеть Путин, Трамп и Эрдоган? Обязанности Флинна пока что будет исполнять 72-летний генерал в отставке, ветеран Вьетнама Кит Келлок. Он сторонник сближения с Москвой, но пророссийским политиком себя не считает. Он — это Игорь Дадон, новый президент Молдавии. С ним беседовала моя коллега Жанна Немцова о России и симпатиях к Лукашенко, о Приднестровье и протестах в Румынии. Отрывок из интервью смотрите прямо сейчас. Мы находимся в Брюсселе. Вы провели встречи со всеми крупнейшими еврочиновниками и также были в НАТО. Расскажите об итогах встречи и о чем удалось договориться? Мой месседж нашим партнерам из Европейского Союза был очень прост. Уважаемые друзья, вы все эти годы хотели помочь гражданам, но вы помогали коррупционным правительствам. Что они вам ответили? И очень часто эта помощь была чисто геополитическая. То есть молдавские правители, молдавское правительство воровало деньги, не делало никаких реформ, качество жизни падало. Но эти правители, эти политики, которые прикрывались европейскими ценностями, европейскими флагами, шантажировали Брюссель и Запад. Что если вы нам не поможете, то придут русские танки, Путин, социалисты, Дадон. И из-за этого все эти годы они просто давали деньги геополитические. Господин президент, можно вас назвать пророссийским президентом Молдовы? Наш интерес, вот интерес нашей страны, моей страны, чтобы иметь хорошее отношение и с Европейским Союзом, и с Российской Федерацией. В этом смысле для вас может являться образцом президент Беларуси Александр Лукашенко, который 3 февраля в ходе своей многочасовой пресс-конференции заявил о том, что будет многовекторная политика, чтобы не говорил Владимир Путин. Вот он как раз и пытается балансировать, как вы видите, наверное. Знаете, Лукашенко мне импонирует, я вам скажу, чем. Импонирует тем, что он сделал внутри страны. Вот экономика работает как часы, вот жесткая вертикаль власти. Вы недавно встречались с главой МИД Австрии и обсуждали проблематику Приднестровья, и говорили о том, что хотели бы, чтобы Приднестровье стало частью Молдовы со стаблым статусом. Знаете, я думаю, что всем и Западу, и Востоку нужна история успеха. Я думаю, что это нужно и Европейскому Союзу, и России, и Соединенным Штатам, чтобы показать, что где-то можно договориться. Наверное, будет тяжелее договариваться по Украине. Наверное. Но по Молдове, по Приднестровье, для того, чтобы реинтегрировать страну, я думаю, что договориться можно. 15 марта жители Нидерландов будут выбирать новый парламент. Страна всегда славилась своей открытостью и либеральными взглядами. Однако сейчас настроения, судя по всему, меняются. Многие голландцы не в восторге от процесса евроинтеграции. Не исключено, что первое место может занять на выборах правопопулистская партия свободы. Ее одиозный лидер Герт Вилдерс обещает в случае победы чуть ли не запретить ислам в Нидерландах. Клонировать самого себя. Вот что надо Мартину Ван Хелверту сейчас больше всего. Депутат от христианских демократов добивается повторного избрания в парламент, но конкуренция в этом году неслыханная. В бюллетене будет 31 партия. Рекорд. По всем опросам лидирует правопопулистская партия свободы. Главные пункты программы которой – выход из ЕС и закрытие границ. В случае победы популистов Мартин Ван Хелверт видит будущее Нидерландов в мрачных тонах. Отсюда всего километр до Бельгии и пять километров до Германии. Если мы закроем границы, выйдем из еврозоны и остановим торговлю с Бельгией, Германией и всей Европой, здешнюю фабрику можно будет закрывать. Многим нравится, что говорит Вилдерс, но они не понимают, что они-то первыми и останутся без работы. Лидер популистов Герт Вилдерс заигрывает со страхами перед иностранцами и обещает экономический протекционизм. Он пугает своих избирателей тем, что в страну проникают радикальные исламисты и что в конце концов мигрантов будет больше, чем коренных голландцев. В городе Венло на границе с Германией многие готовы поддержать эти тезисы. Эта провинция, откуда родом сам Вилдерс, считается одним из самых лояльных правым регионов страны. Последние опросы показывают, что правые популисты набирают здесь 30% голосов, но мало кто готов поддержать их открыто. И тем не менее, недовольство действиями правительства поднимает партию свободы на новые, доселе невиданные высоты. Региональный парламент Лимбурга. Лидер местного отделения партии свободы Роберт Хаусманс мечтает о возврате в прошлое, о голландских гульденах, паспортном контроле и выходе из ЕС. Ну, начнем с того, что за руль грузовиков снова сядут голландцы вместо поляков и румын. То есть будет больше работы. И потом, выход из ЕС вовсе не означает конец торговли с другими странами. Ведь очень просто будет заключить двусторонние соглашения о торговле с той же Германией. Просто ли? Это станет понятно в ходе переговоров по выходу Великобритании из ЕС. К тому времени, возможно, партии свободы удастся сформировать самую большую фракцию в парламенте Нидерландов. А пока Роберт Хаусманс и его партия делают все, чтобы получить как можно больше голосов на предстоящих парламентских выборах. Американская корпорация General Motors может продать свою дочернюю компанию Opel. Потенциальный покупатель уже известен. И в отличие от прошлого раза, с Россией он не связан. Подробности в обзоре новостей. Французский автогигант PSA Peugeot Citroen планирует приобретение немецкой компании Opel. Договоренность об этом может быть достигнута в ближайшие недели. По итогам 2016 года Opel вновь потерпел убытки, хотя после радикальной реорганизации его руководство рассчитывало впервые за последние 17 лет выйти из минуса. Opel является дочерней компанией американской корпорации General Motors. Потери General Motors на европейском рынке в прошлом году составили более 250 миллионов долларов. Кремль назвал абсурдными обвинения кандидатов президента Франции Эммануэля Макрона в адрес России. Ранее глава избирательной кампании Макрона Ришар Ферран заявил о сотнях попыток взлома компьютерных систем его штаба, следы которых ведут в Россию. Макрон уже обратился к французским властям с просьбой помочь исключить российское влияние на избирательную кампанию во Франции. На страницах журнала Playboy вновь появятся обнаженные девушки. На ГАТА это нормально. С таким заголовком и обнаженной моделью на обложке выйдет мартовский номер журнала. Год назад в расчете на новое поколение читателей американская редакция Playboy сменила концепцию и отказалась от эротической составляющей. Однако увеличение тиража это не принесло. Стоит отметить, что на других рынках, в том числе в России и Германии, журнал Playboy от откровенных фото девушек не отказывался. Последние актуальные сообщения читайте на сайте Deutsche Welle в интернете. Развитие событий в следующем выпуске Дево-новости, в том числе на каналах наших партнеров. Всего вам доброго! Субтитры подогнал «Симон»!